итак всем здорова ну что ребят в этом видео я хотел бы поговорить о том существует ли прогресс в натурах у на дефиците калорий растет ли сила мышцы и так далее носатый чудик михайлов выпустил ролик где он там рассказывает что это все не работает вся эта система по шредеру мне часто пишут вопросы задают якобы скажи свое мнение что-то об этом думаешь ну я хотел свои пять копеек внести сказать следующее что вот я считаю об этом может рассуждать человек который действительно был в дефиците который пробовал это на протяжении ну какого-то времени да хотя бы месяца три хотя бы и потом он проверил свои силовые сделал выводы да при этом он также питался там условно по шредеру да как кушает все это дело все продукты лёха шредер там у него полный состав нутриентов все сбалансировано клетчатка белки и жиры углеводы натуральные продукты никаких полуфабрикатов и так далее то есть посидеть так какое-то время на дефиците по шредеру сделать какие-то выводы не как всякие идиоты типа днб которые считают что курогриль это белок вот и тогда да какая-то будет объективность тогда можно будет сказать работает это или нет я могу от себя лишь сказать ребят что в 2016 году я был на дефиците это дефицит был обычный по питанию не как у лёхи шредера там до соблюдением всех нутриентов витаминов минералов и так далее я просто кушал день в день и раз или два на протяжении трех месяцев когда я приехал домой к родителям отдыхать это я еще был студент я умышленно не держал никакого дефицита просто занят был своими делами футбол с ребятами и там на речку покататься на велике на турнике побарахтаться и соответственно не жал вообще не приседал не тянул и в конце августа я приехал на учебу проходили соревнования по жиму лежа в 74 категории я тогда выступал и получается при весе 70 килограммов я скинул вес у меня собственный был порядка там 76 77 я скинул вес скинул достаточно вот такой вот был приехал и пожал 110 килограммов 110 килограммов просто вообще не тренируюсь ребят на второй подход я заказал 112 с половиной и меня нахлухо этот вес задавил то есть закончились просто силы но факт остается фактом я сделал достаточно неплохой результат мой максимум тогда был что-то около 120 килограммов 115 да конечно я не спрогрессировал да но опять же я не тренировал это движение ребят и показал неплохой результат я к чему это хочу сказать так тому что не надо делать скоропостижные какие-то выводы если вы сами это не пробовали не уподобляйтесь дурачкам тип михайлова который хейтит всех и вся что этого не существует это нельзя то нельзя этот на химии тот на химии просто я еще раз говорю чтобы судить о чем-то надо побыть в шкуре того человека который это утверждает вот и все я не говорю что это невозможно возможно на каком-то количестве человек это и срабатывает у них гормональный фон повышается за счет того что жировые отложения исчезают вполне возможно ребят вполне возможно но я за себя скажу я набираю силовые массу на профиците да я не хочу экспериментировать но я еще раз говорю я не говорю что этого нету и не бывает такого потому что я человек считаю что образованный достаточно и чтобы утверждать что-то наверняка нужно побыть в шкуре того или иного человека который это утверждает это вот как я сегодня ролик посмотрел до смирнова тренер такой есть кто он там реабилитолог или еще кто-то пауэрлифтер был прошлом но несут дело дмитрий смирнов и он как бы рассуждает что кмс может получить получить в фпр вообще в целом пауэрлифтинге любой мастера спорта практически любой международника да типа немногие то есть но такую чушь задвигает просто я поражаюсь человек который заряжен химозой всю свою жизнь сидит рассуждает что кмс в пауэрлифтинге может получить любой ты чё вообще что ли сбрендил ты как это высчитал то что ты заряжен по самой брови тебе химло в голову бьет и ты считаешь что любой может поднять это норматив я каждый день хожу в зал и вижу ребят которые годами рвут пятую точку и не могут даже 100 килограмм пожать просто потому что ну нет генетики понимаете ребят но генетики нет и все и хоть ты тресни ты можешь стать лучше себя чем ты был вчера но ты не сделаешь какие-то существенные результаты это нормальные вещи а говорить что каждый может выполнить но это просто некомпетентность это просто идиотизм то же самое как сказать что в дефиците килокалорий нельзя прогрессировать ну прежде чем делать эти выводы еще раз повторю нужно попробовать нужно соблюдать те же факторы которые соблюдает шредер нутриенты получать нужные витамины минералы клетчатку белки такое же идеальное питание тогда уже и делать какие-то выводы они говорит что да это не работает это все фуфло но это просто показывает уровень человека вот и все поэтому ребят это мое мнение я его высказал согласно вы с этим не согласны пишите в комментариях не знаю я считаю вот так если кто-то считает иначе но это дело ваши ребят просто я еще раз повторю то что прежде чем кого-то в чем-то обвинять да или говорить что это не работает нужно наверняка самому попробовать вот и все быть фанатом своего дела понимаете ну и конечно обладать какими-то задатками которые тебе позволят прогрессировать вот и все всем пока